Игорь задал вопрос, такой вопрос, как бы, что запрещено в Египте, то есть какие есть ограничения, возможно, религиозные, вот, и я, как бы, написала список, как бы, это заняло определенное время, чтобы припомнить, как бы, я постаралась учесть все, что можно было учесть, но, как бы, соответственно, что-то туда не вошло, что-то я забыла, но какие-то основные полагающие вещи, которые нельзя делать в Египте, или не рекомендуется, или что-то запрещено, у меня получился список, достаточно большой, видео будет долго, я так понимаю, если у кого-то времени мало, соответственно, не смотрите, и видео будет такое стационарное, то есть я буду говорить, ничего, не буду ходить по улице показывать, это будет такого своего рода просто рассказ о том, что запрещено в Египте или не разрешается по пунктам. Первое. В Египте девочки не дружат с мальчиками. Что это означает? С самого маленького возраста, то есть мальчиков и девочек не оставляют наедине, то есть они совместно не играют, я имею в виду посторонние, я не имею в виду брата с сестрой, я не имею в виду, если какие-то там ваши знакомые, и дети, мальчики и девочки не играют совместно. Второе. Друзьям брата запрещается приходить домой, если в семье есть девочки. То есть если у вас дети разнополые, мальчик и девочка, то друзья брата, как правило, не приходят домой, не сидят, как говорится, не развлекаются у вас дома. Третье. Мальчики не подходят знакомиться на улице к девочкам, то есть это не принято, это может быть рассмотрено как бы не совсем прилично и возможны проблемы со стороны матери или со стороны, скорее всего, отца, если к вашим девочкам на улице подходят мальчики и знакомятся. Четвертое. Девочки, как правило, не гуляют. То есть если мальчик, он в принципе уже с возраста 8-9 лет он может ходить один гулять, то девочки, как правило, не ходят гулять, то есть они ходят в школу, ходят на какие-то дополнительные занятия, но именно гулять они не ходят. И большую часть времени девочки проводят дома. И если они куда-то выходят, то только выходят под надсмотром родителей. И пятый пункт. Это касается не только мусульманских школ, но и христианских. После 6-го класса мальчики и девочки в школах учатся раздельно. То есть здесь раздельное обучение после 6-го класса. Запрет на внебрачные или добрачные связи. Положено, здесь нету добрачных или внебрачных отношений между молодыми людьми, девушками и ребятами и так далее. Когда мусульманка выходит замуж, девушка, она должна быть обязательно девственницей. То есть один пункт вытекает как бы в другое. То есть до брачной и внебрачной связи запрещены. И, соответственно, девушка, когда она выходит замуж, она должна быть, соответственно, девственницей. Девушка должна быть девственницей, а, как говорится, на мужчин это, соответственно, конечно же, не распространяются. Как правило, мужчина здесь женится после 30, а то и 40 лет. Ну, есть, конечно, и 20-летние ребята, которые женятся, но, как правило, это происходит гораздо позже. И, как говорится, никто не знает, чем они занимаются. Замужная женщина, она не может общаться с посторонними мужчинами. То есть они не могут ей звонить. То есть каких-то знакомых, друзей, мужчин посторонних у замужней женщины быть не может. И также, соответственно, посторонние мужчины не звонят, не тем более уж и приходят, и не навещают, не сидят с вами, не пьют чай, кофе и все остальное. Но, кстати, по поводу мужчин, это здесь другая тема. То есть мужчины, как правило, в этом плане более свободны. Женщина, конечно же, не может контролировать мужчину своего в этом. И, как правило, женщина и понятия не имеет о круге общения своего мужчины. Только, как говорится, из того, что она узнает от него. То есть вот такая вещь. То есть женщина не имеет права общаться ни с кем из посторонних мужчин. А у мужчины, как говорится, идет своя жизнь. И, в принципе, его никто не контролирует. Я сейчас говорю про замуженных женщин. То есть если женщина куда-то уходит, она об этом обязательно сообщает мужу своему. Не важно, он на работе, он отсутствует, где-то, может быть, он находится вне поля ее зрения. Она обязательно должна ему отзвониться и сообщить, куда она идет, когда она придет и как бы всю остальную информацию. Если, опять же, женщина куда-то уходит, то мужчина постоянно ей звонит, контролирует ее. И узнает, где она, как говорится, и что в данный момент делает. Тогда как женщина может звонить мужу в его отсутствие, когда его нет. Но, как говорится, муж не обязан всегда ей отвечать. То есть могут быть случаи, если мужчина не отвечает на телефонные звонки. Как бы мотивирует работу или занятостью. Тогда как женщина обязательно, при любом случае, должна отвечать на телефон в свое отсутствие. Женщина отвечает в доме за все дела. То есть это и готовка, и уборка, и мытье детей, и стирка. То есть даже хождение по магазинам, в частности. То есть вся домашняя работа лежит полностью на женщине. И мужчина никаким образом не соприкасается с этим. Даже если мужчина находится дома, он может сидеть, как бы ничего не делать. А женщина в это время будет, как говорится, стирать, убирать, там еще что-то. Мужчина со спокойным видом будет сидеть и, как говорится, продолжать ничего не делать. Но, как бы, другой фактор, что на мужчине лежит 100% обеспечение семьи. То есть полностью квартира, то есть деньги, то есть материальный вопрос, жилищный вопрос, полностью за это отвечает мужчина. То есть женщина не обязана обеспечивать семью, работать и, как бы, вносить непосредственно свой материальный какой-то вклад в семью. Это полностью обязанность мужчины, это обязанность на нем, и египетские мужчины об этом прекрасно знают. И поэтому, возможно, что все дела по дому, они даже к ним не прикасаются, не соприкасаются. Именно из-за того, что они растут так, что они знают свою ответственность, что мужчина в египетской семье это добытчик. И он приходит дома, он отдыхает, расслабляется, но никаким образом не соприкасается непосредственно с какой-то домашней работой. Но хотя бывают, соответственно, исключения. Вот, как правило, жена должна быть покладистой. Она, как правило, не вступается своим мужем в конфликт. Тогда как муж может отчитать женщину, предположим, за неприготовленную еду или непоглаженную рубашку. Женщины, как правило, покладистые, не ругаются, не дерутся у них женщины египетские. Они такие, как бы, создают им определенный комфорт. В Египте замужная женщина может работать только с разрешением мужа. То есть, если ваш супруг против того, что бы вы работали, вам будет, соответственно, достаточно сложно работать, потому что будут возникать различные проблемы. То есть, для того, чтобы женщина в Египте пошла на работу, нужно разрешение мужа. Египетские мужчины предпочитают, когда у них рождаются мальчики. Очень любят здесь мальчиков. И, вот, видимо, это связано с какими-то религиозными соображениями. Или, возможно, это у всех арабов такая, как бы, фишка, я бы сказала. Но здесь, вот, мужчины любят, когда рождаются мальчики. Не знаю, с чем это связано. К девочкам отношение такое достаточно, я бы сказала, посредственное. То есть, если воспитание у мальчика, там, как он растет, то есть, мужчины очень переживают, то в отношении девочек очень много различных запретов. То есть, такое достаточно поверхностное отношение к девочкам, я бы сказала, то есть, в плане образования или, если девочка получает хорошее образование, то только из тех целей, чтобы хорошо выйти замуж. То есть, именно на реализацию девочки или девушки, как бы, никто не рассчитывает, именно как человек, а именно, вот, все это строится, образование и все остальное, только для того, чтобы ей удачно, хорошо выйти замуж. Вот, тогда как мальчикам разрешается гулять на улице, мальчикам разрешается все, ездить по городу, перемещаться, куда-то ходить, играть, гулять, в кино, там, домино и так далее. Девочкам запрещается, как я раньше сказала, в одиночку ходить, гулять на улице, ходить там на море куда-то, даже, как бы, с подружками, и то, как бы, в определенном уже возрасте, когда они, как бы, уже взрослеют. В средней школе для девочек полностью отсутствуют занятия физической культурой. То есть, занятий физкультурой для девочек нету. Поэтому родители, которых достаточно мало, они отдают девочек какие-то секции, там, секция карате, возможно, это будет гимнастика или еще что-то. Но вот именно физической подготовки, как у нас, предположим, физкультура, нормативы, все и так далее, а здесь такого нету. То есть, мальчики могут играть в футбол на физкультуре, а девочки будут ничего не делать, как говорится. Следующий вопрос. Женщины не могут здесь на велосипеде передвигаться по городу. То есть, это считается неприличным, это считается стыдным. Если женщина выезжает на велосипеде, все на нее начинают глазеть, кто-то начинает хихикать, смеяться. То есть, только маленькие девочки, если ездят, там, на мужчин это не распространяется. Мужчины ездят, как и на велосипедах, на мотоциклах, на мотороллерах и так далее. По поводу мотороллеров, ездят здесь сейчас подростки, девочки на мотороллеров. В принципе, как бы это расценивается, но тоже как бы не особо. Следующий вопрос. Женщины и большинство запретов, они, конечно, касаются, Да, практически все запреты, они касаются именно, они в отношении женщин. А следующий вопрос, что женщина не может покидать страну без разрешения отца, либо брата, либо дяди. То есть, женщина не может выехать за пределы своей страны. У нее обязательно должен быть либо сопроводитель какой-то мужчина, либо просто ей должны дать разрешение. Ну, просто взять, собраться и поехать куда-то, женщина в Египте не может. Печально, конечно, но вот так вот оно и есть. Когда, как на мужчину, предположим, такие вещи не распространяются. Мужчина, соответственно, может поехать куда угодно. Они, как правило, так и ездят. Женщина максимум, куда она выезжает, это, если женщина мусульманка, она может поехать в Хадж или в Умру. Как правило, с мужчиной, после 45 лет женщина может ехать в Умру одна в Саудовскую Аравию, совершить Хадж или в Умру. Но вот такие вот ограничения, они, соответственно, касаются непосредственно женщин. То есть, женщинам запрещается выезд из страны без мужчины, а мужчины могут выезжать, как говорится, куда им заблагорассудится. Мужчина-мусульманин имеет право состоять в браке одновременно с четырьмя женщинами. Это по религиозным обычаям. По религии он должен всех обеспечивать одинаково. Как правило, очень часто случается, что у мужчины, предположим, две жены, и, как говорится, и все происходит по совести мужчины. То есть, как говорится, не одинаково, а по договоренности с женщинами. Причем первая жена не обязательно должна знать о присутствии остальных супруг, если их несколько, или одной супруги. Тогда как за измену жены будет, конечно, жуткое наказание, я так думаю, в деревнях-то где-то там вообще убивают женщину, если она изменила мужа. То есть, измена жены жестко карается и не допускается. Женщины вообще в Египте, да я думаю, что на всем Ближнем Востоке и вообще во всех мусульманских местах, они ограничены в передвижении, не могут сами куда-то выезжать, куда-то перемещаться. Им постоянно надо у кого-то спрашивать, у брата, у свата, там, у мужа обязательно надо спросить, я вот туда поеду, нет, я против. То есть, женщина ограничена в передвижении достаточно, и ее как бы место, оно в доме непосредственно. Вот, ну тогда как мужчина свободен в перемещении, захотел, пошел туда, поехал туда, как говорится, не обязана отчитываться, куда он едет. Вот, ну, все как обычно. Вот, следующий вопрос. Женщинам запрещается курить на улице, то есть, вы не увидите здесь стоящих женщин, курящих в определенных местах для курения. Женщины по улице не ходят, не курят. Это обязательно нужно запомнить, именно для тех, кто приезжает в Египет, и первое, что начинают идти сигареты. То есть, на улице женщины здесь не курят. Если вы хотите покурить, можно зайти в какое-то кафе и, соответственно, там заказать чай, кофе или что-то там, перевкусить, и в кафе можно курить. То есть, это обязательно на улице никто не стоит, не курит. То есть, там, где женщина сидит в каком-то месте, там она пришла, заказала кофе, она может сесть покурить. Но ходить, именно перемещаться, этого лучше, как говорится, не делать. Дальше спиртные напитки в Египте никто не распивает на улице. Ходить с бутылками, распивать спиртные напитки, даже если это в пакетах, этого делать, это сопрещается делать, этого таких вещей никто не делает. Спиртное также продается в Александре. Есть один только магазин, сеть магазинов, один бренд, как говорится, магазин, который продает, в котором продается спиртное. И спиртные магазины имеют право открывать только христианам, и с мусульманам запрещается открывать магазины с спиртными напитками. Купить спиртные напитки можно в таких магазинах, либо они доступны в ресторанах. Но в Египте не такое же большое количество ресторанов, в основном это кафе, где продают безалкогольные напитки. Вы найдете там колья с различными наполнителями, кофе, чай и так далее, но вы не найдете спиртные напитки. Это обязательно должен быть ресторан. Скорее всего, это будет ресторан при гостинице, где продаются спиртные напитки. Дальше следующий вопрос по поводу женщин. Женщины не ходят в юбках выше колена. То есть короткие очень юбки, они не носятся здесь. То же самое касается коротких шорт, которые выше колен. То есть этого лучше не делать, этого не носить. То есть если что-то носить, там, ну, по колено. Я знаю. Это что такое? Это сиски с мясом на октабус. Октабусы? С мясом на короны. С короной с сосисками? Да. Хорошо. Откнула? Смотри, гайки. Чтобы было аккуратно, чтобы было постараться.